Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер, с вами Шарк, традиционное живое включение, которое, уж простите меня за каламбур, будет сегодня совсем небольшим, ибо виновник нашего торжества, также весьма невеликого роста, зато обладает просто шикарной миниатюрой, которую я уже запостил в свою группу ВКонтакте, а заодно скинул в чатик по моделям в этой же группе ВКонтакте, в которой мы обсуждаем как свои минички, так и чужие миниатюры, и ребята, которые посмотрят, вот этого замечательного Гнома Хаоса, тоже в восторге, действительно классная миниатюра, кстати, кому интересно, подписывайтесь, заходите в чатик, показывайте свои миниатюры, будем общаться на тему хобби. Итак, да, минька действительно великолепная, вот дизайнер постарался, и как верно сказал один из моих подписчиков, который, в общем-то, и сидит в чатике, в нашем чатике в группе ВКонтакте по моделям, что, может быть, действительно у Blood Bowl, у команды, которая работает над Blood Bowl, нет такого жесткого контроля, как, например, над командой, которая работает над Age of Sigmar или Warhammer 40000, у ребят просто больше свободы, больше простора для действий, и они не боятся экспериментировать, создают действительно, ну, действительно классные миниатюры, потому что здесь, ну, твердая десяточка, отличная поза, очень классно сделано оружие, я надеюсь, что это все-таки часть миниатюры, это не прифотошопленная, не нарисованная хрень, но, скорее всего, это действительно просто часть миниатюры. Ну, вот такую реально не стыдно поставить на полочку, твердая десятка, классный дизайн брони, оружия, вот этот эффект вылетающего меча, каких-то гаек и болтов, классно. Здесь даже немножко подстебались над гномами, он так давит маску гнома, великолепная минька, очень классно ему тут сделали саботончики, классные шипы, да, конечно, его тяжелее конверсить под аос, чем, например, вот этого парня, ну, потому что тут конверсить вообще почти ничего не надо, просто в руку даем ему топор или щит, и вот готовая минька для Age of Sigmar, тут даже, видите, такая голова свисает. Так что всем тем, кто собирает гномов хаос, ну, пока, к сожалению, здесь только для Blood Bowl, но ходят слухи о том, что и в четвертой редакции, может быть, мы увидим гномов хаоса, впрочем, такие же слухи мы уже слышали, как две редакции в Warhammer 40 тысяч подряд, где нам ванговали детей императора, а аосы ныне там, то есть, как бы, детишек мы не видим, мы видим только жалкий индекс, в котором Люций и старая тактичка с апгрейдпаком, которому уже там 20 лет. Но, тем не менее, вернемся к нашим гномам, ибо они великолепны. Здесь тяжелее допилить, конечно, для оса, чем вот этого парня. Кстати, надо бы мне возобновить, ну, доделать тройку своих гномов хаоса. Опять же, на канале есть ролики, посвященные моим гномам хаоса, и покрасить чувачка. Ну, честно говорю, и вы уже поняли по динамике выхода видео, что сейчас дел у меня очень и очень много, свободного времени практически нет. Тем не менее, когда мы смотрим на эту шикарноту, когда мы смотрим вот на эту шикарность, мы вспоминаем катеза, да, вот этого замечательного катеза в странном-странном типе брони, как шутили, что это металлические подгузники, вспоминаем вот этого орла, прибитого крыльями к арматуре. И вот просто так сравниваем это для игры Blood Bowl, которая, отношусь со всем уважением, но даже близко не настолько популярна не то, что как в Warhammer 40 000, но тот же там Age of Sigmar, Old World, и я думаю, что даже Некрамунда на порядок популярнее, чем Blood Bowl. Ну, опять же, это мое личное мнение. Тем не менее, выходят шикарные миньки. Да, возможно, они таким образом хотят привлечь аудиторию в Blood Bowl, ну и вообще, как-то, может быть, кто-то реально заинтересуется этой системой, но я бы не стал в него играть, я просто бы взял вот эту миньку на полку, ибо она шикарная. Ну, действительно. Особенно, если вы собираете или фанатеете по Gnome House, прям берите и просто этот мяч перекрашиваете в какой-нибудь варповый цвет. Здесь что-нибудь тоже, ну, минимально конверсити, вообще минимально. И вот вам такой прикольный Gnome House. Не знаю, можете покасплейте им какого-нибудь Lorde House в Слейвах, например. Почему бы нет? Тут вообще проще всего. Готовая минька, фактически, для АОСа. Очень, причем, классно она выглядит. Тут даже можно ее задизайнить под Харнита какого-нибудь, без каких-либо проблем. Не знаю, странно как-то, странно, что Некромунда, ну, Некромунда, хоть она достаточно, на мой взгляд, нишевая, но в плане миник, повторюсь, опять же, на мой взгляд, это сейчас топ просто УГВ, как в плане реализации, как именно реализации идеи миниатюр, то есть что заложено в миниатюре, то есть отображение в миниатюре ее бэка. Сама проработка этой миниатюры, дизайн, просто красота, просто шедевральные миниатюры для Некромунда. Даже для того же АОСа выходят очень и очень достойные миньки для Warhammer Underworlds, который сейчас немножко как-то подзатих, и народ боялся о том, что, может быть, его вообще закроют, но тут вроде появились какие-то полуслухи, полуновости о том, что нет, все-таки, наверное, мы увидим следующую редакцию Warhammer Underworlds, причем, кто знает. Но и там миньки, не скажу, чтобы прям все были очень классные, но вот те же крысы, которые выходили, ну, по меркам Underworlds, относительно недавно, и, по-моему, демоны, сланы, шицкие, вообще были отличные. Опять же, не забываем про Warcry. Кстати, странно, почему в Warcry не выпустят банду Гномов Хаоса? Вот это был бы прям лютый вин, еще бы с характерным таким теренчиком. Я думаю, народ бы просто визжал от радости. И да, как-то на этом фоне, на фоне таких крутых релизов, релиз Катеза и некоторые другие спорные моменты для Warhammer 40.000 смотрится как-то очень и очень странно. Я бы сказал, даже подозрительно странно. Да и ересевые четверги, как их мемно называет народ, тоже как-то не спешат показаться на суд общественности, потому что вроде как обещали их в сентябре, уже середина сентября, на текущий момент 16 сентября, и за две недели не было ни одного ересевого четверга, что как бы немножко волнительно, особенно для тех, кто собирает ересь в хорусах, хотя система очень популярная, и Минки там мое почтение. Впрочем, поживем-увидим. Хотел обсудить данную миниатюру. Твердая десятка, вот тут ГВшники прям молодцы, реально. Я очень надеюсь, что человек, который дизайнил вот эту миниатюру, который просто посмотрите, даже как проработано лицо. Вот, действительно, просто великолепно проработано лицо, и вот здесь. Ну, вот просто сравните уровень. Я очень надеюсь, что это делал не один и тот же человек. Я, честно говоря, не верю. Только если ему прям не дали четкое, жесткое ТЗ, чтобы он никуда не мог, там, ни на миллиметр в сторону от него отклоняться, тогда может быть. Но вот несравнимый просто уровень. Это прям дикий топ, это сами понимаете. На сегодня все, до новых встреч, пока-пока. И, конечно, традиционно всем Гидра, Доминатус.